Всем привет! Сегодня я решила собрать самые топовые выпуски чемоданов с аукциона. Для тех, кто не знает, чемоданы с аукциона это утерянные чемоданы, которые люди теряют в аэропортах и не могут найти по причине того, что сорвалась бирка и так далее. И если невозможно найти владельцев чемодана, их выставляют на аукцион в Европе и там могут приобрести эти чемоданы люди, которые потом распаковывают их на ютубе, такие как я. Меня часто спрашивают, Юля, что тебе попадается в этих чемоданах? Что же это такое за аукцион волшебный? И я решила собрать самые топовые выпуски. Смотрите это видео до конца. А перед началом этого видео обязательно поставьте лайк и, конечно же, напишите... Как сложно сниматься, когда ты очень долго не снимала и долго отдыхала. А перед началом этого видео обязательно поставьте лайк и напишите комментарий Юля и Влад, если вы любите смотреть чемоданы с аукционов. Ну а мы начинаем. Самый первый чемодан, который вообще у нас хайпанул, это чемодан с аукциона «Нашла кота». Все люди думали, что я реально там нашла кота и писали мне «Дура, убейся об стену, ты вообще тю-тю». На самом деле я там не нашла кота. Там просто запрыгнула моя кошка Няша в чемодан под конец. Я там нашла много интересного. Но именно с Няшей я решила сфоткаться на превьюшку. Давай превьюшку сделаю. Нашла кошку в чемодане с аукциона. Давай, фоткайся. Давай. И начали. Давай, в шоке будь. Давай. Извините, я не думала, что это видео наберет 300 тысяч просмотров. Я не думала. И вот оно хайпануло. На меня полилось кучу дерьма, кучу хейта. Я это все выдержала. И тут хайпануло второе видео. Второе видео – это там, где мы нашли 2000 долларов. Они хрустят, как доллары. Покажи им. Может, кто-то разбирается? Смотрите, как вы думаете, на настоящий доллар или не настоящий? Ну, вообще, я знаю, что можно проверять. Вот так вот светишь на свет. Давай посветим. Если есть дядечка, а дядечка есть. Сейчас посветим. Вот. И вот здесь вот глаз такой есть. Давай посчитаем, сколько здесь. Так, у тебя 100, 200, 300, 400, 600, 600, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 200, 300 ватт. И нас часто спрашивают, куда вы потратили эти богатства. Хотя я не считаю, что 2000 долларов – это очень большая сумма. Даже не хватит, чтобы полететь элементарно в Египет на эти деньги. Но, тем не менее, эти деньги мы потратили с умом. Мы вложили их в FTC. Владик, там… Да, кстати говоря, кто не знает, FTC – это крутой сайт, где можно неплохо заработать. И пока он работает, я думаю, что там нужно успеть заработать всем. Да, ссылочку я оставлю в описании, мы не будем долго говорить, потому что, в принципе, не каждому это интересно. Да, только одно скажу, что вы туда вкладываете деньги от 100 рублей. Вывод можете делать сразу на следующий день, минимальные инвестиции на сутки. В общем, очень классно, заработать очень круто, можно на новых технологиях, все предложить. Да. Третий выпуск, который хайпанул, это чемодан, который мы распаковали в Киеве. Я не дотерпела до Харькова, я решила распаковать его в Киеве. Что я там только не нашла, я нашла там лабутены в идеальном состоянии, с крокодиловой кожей, с красной подошвой, просто суперские. Жалко был не мой размер, поэтому я их подарила своей подружке. Также я там нашла часы-кортье. Мы поехали, проверили в ломбард, и оказалось, что они настоящие. Представляете, часы-кортье, но они стоят около 20 тысяч долларов. Вот это, я понимаю, находка просто нереальная. И когда я их нашла, я просто, я сказала Владику, Владик, это мой парень, который младше меня на 7 лет. Я сказала, принеси, пожалуйста, волокордин, чтобы я выпила и успокоилась. Кстати говоря, у Владика вышел новый влог о том, как мы с Юльчиком отдыхаем на море, поэтому переходите, ссылочка в описании. Мы там показали все свои жиры, господи, лучше не смотрите. Но если захотите посмотреть, ссылочка будет в описании. Там очень много пошлых моментов, но я прямо от Юли такого не ожидал. Короче, ссылка в описании, не забудьте подписаться на мой канал. Четвертый чемодан, который хайпанул, это чемодан там, где мы нашли много новых вещей. Ну я думаю, ряд ли Диор телефон. Давай сейчас откроем и посмотрим. Как ты думаешь, что это может быть? Не знаю, какие-то аксессуары. Я не знаю, что это может быть. Давай посмотрим. Это Диор очки. Может померить их? Вау, класс. Опять-таки, полилось кучу хейта. Все люди начали писать, почему вещи с бирками. Блин, а я откуда знаю, почему люди перевозили вещи с бирками. Наверное, они какие-то не гастробайтеры, а как это сказать, торговщики, которые торговали вещами и, наверное, они понабирали в Италии, в Европе кучу вещей и привезли их куда-то, везли, в общем, продавать в другое место. Я не виновата в этом. Я нашла кучу вещей, фирм, которые уже даже, магазинов, которые уже даже не продаются, например, Рина Семента, как-то так эта фирма называется, опять-таки, и попродавала их в своем магазине за копейки. Да, кстати, у Юли есть свой магазин, где она продает за копейки абсолютно все вещи. Мы очень много находим телефонов, различные техники, и все продаем по очень низким ценам. И очень быстро раскупают, особенно, когда я поставила телефоны по 100 гривен, по 50 гривен, раскупают вот так. Айфон 7+, как бы вчера на 256 гигабайт купили за 150 гривен. Причем в идеальном состоянии сброшены все настройки, ни к чему не прикопаешься. Да, поэтому ссылочка на магазин также есть в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропускать крутые товары. Продолжай. Я, кстати, не считала, сколько всего мы нашли айфонов, но айфоны мы находим очень часто. Айфоны, просто телефоны какие-то, Xiaomi, Android, Samsung, кучу всего находили, и в основном все выкладываем, потому что нам телефоны не нужны, а куда их еще продавать, как не вам. Почему я не дарю телефоны подписчикам? Сейчас сразу расскажу вам весь этот секрет. Во-первых, потому что было такое, что я дарила подписчикам какие-то вещи, и мне неприятно, когда я вам отправляю по почте, и вы их не получаете. И когда вы какую-то предоплату вносите, хотя бы там 100-150 гривен за телефон, я знаю, что вы получите эту посылку, потому что вы уже внесли предоплату. Логично? Логично. Да, ну и, конечно же, мы продаем телефоны, потому что всем раздавать, на всех не напасешься, как говорится, и многие подписчики просто будут в обиде сидеть за то, что им не досталось. По поводу выпуска чемоданов с аукциона, там, где мы распаковывали его с Вероникой. 200... 200... 200, что-то у вас отбила. И коробочка. Короче, мы можем ее сдавать в аренду всяким... Так, здесь свитер, макбук, какое-то платье. Все платье. Юля, тебе же надо было платье. Вот. Тоже все накинулись, сколько он тоже, 350 тысяч просмотров набрал. Все накинулись, что мы на УЕФА скидывались, кому что достанется. Шуба там песцовая. Мы это скинулись, кому что достанется. И в итоге я все равно все вам продала. Я шубу песцовую, песец с кроликом там был, белую, шикарную шубу, продала за 300 гривен. Но тогда еще это я дорого продавала. Я сейчас вообще бы ее продала, наверное, за 100. Потому что я понимаю, что не у каждого есть деньги. И для некоторых 300 гривен это тоже деньги. Владик, ну а ты что скажешь по поводу чемоданов еще? Я скажу, что мне очень нравится. Вообще Юля придумала... Не Юля придумала, а у нас есть знакомая, которая нам посоветовала покупать чемоданы. И так все и началось. Мы сначала купили для себя. Обалдели, потому что нам сразу же попалось что-то офигенное. А потом подумали, надо делиться с этим, своими находками, со своей аудиторией. Мы начали делиться. А потом мы закупали, мы уже распаковали более 150 чемоданов точно. У меня есть на канале плейлист, там 78 видео. И там куча чемоданов с аукциона. Это просто нереально. У вас, наверное, появляется вопрос, почему 78 или сколько это там сказала? 78 сейчас. Видео, а чемоданов мы купили около 150. Потому что некоторые чемоданы по-настоящему приходят дерьмовые. Честно, скажем, там такая фигня. Грязные трусы там и так далее. Да, что даже не хочется показывать, никаких находок особых там нет. И я очень доволен этой темой чемоданов. Юля, извини, что перебиваешь. Тьфу, перебиваю. Юля, извини, что перебиваешь. Слышь? Извини, что перебиваю. Тедак, но забираю на себя эфирное время. Да хватит, чтобы уже бубнить. Сколько можно? Уже расскажи суть. Короче, я очень рад тому, что мы начали снимать чемоданы. Потому что мы стали делать очень угодный контент. Мы лучшие, кто на ютюбе распаковывает чемоданы. И вообще посылки. Лучшие. И этого никто не стесняется. И мы даже попали в топ лучших блогеров Харькова. Влад попал, потому что он очень-очень хорошо поет. Он певец. И его постоянно приглашают на разные корпоративы, мероприятия и так далее. А я попала, потому что я распаковываю чемоданы. Вот такая вот у нас интересная творческая пара сложилась. И самое главное, что мы не отстаем от друг друга. Каждый занят своим делом. Ну, в общем, это очень-очень круто. А сейчас мы отдыхаем на море, и я решила снять для вас такое видео. Следующий вопрос, который вы задавали. Юля, почему тебе попадаются одинаковые вещи? Там был голубой обруч, и там голубой обруч. А я откуда знаю, почему, блин, люди в Европе носят одинаковые вещи? Вообще-то при Советском Союзе у всех людей были одинаковые тумбочки. Так что теперь, ну, я при чем здесь, что мне попадались одинаковые вещи? Ну, я не при чем, Влад, ну, при чем здесь я? Они просто думают, что это все постановое, что ты подкладываешь вещи или вообще покупаешь свои чемоданы и туда свои вещи. Хорошо, друзья, если бы я это все делала, я бы, наверное, разные вещи ложила, сами посудите, да? Мы бы, наверное, прозорились бы уже, представь. И смысл нам снимать, если мы ничего там не находим для себя. Бред. Вот, представьте, мы покупили 150 чемоданов просто для того, чтобы снять видео. Нет, это вообще не выгодно. Это очень было бы невыгодно, вот, поэтому как-то так. В принципе, все, друзья. Последнее, что я хочу, это уже не относится к чемоданам, это я хочу попросить прощения у тех, кто посмотрел на моем канале видео по поводу того, что змея. Простите меня, пожалуйста, я не убивала эту змею, и мы вообще не знали, что это уж. Простите, пожалуйста, уж. Да, но в любом случае страшно было, поэтому мне, например, пофиг, уж не уж, мне стрёмно. Многие люди боятся змей, у некоторых панический страх, но представьте, ребенок бы, его укусил бы этот уж или не уж. А если вы не понимаете, о чем идет речь, почему внезапно тема подошла к змею. Потому что мы вышли во всех новостях. Во всех новостях, да, о том, что Юля счастливая убивает змей ядовитых, которые не ядовитые. Хотя я не убивала. Поэтому всем хорошего дня или вечера, что там у вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Юли, смотрите новый влог, который я вам снял. Зарабатывайте с FTC, подписывайтесь на наш магазин, покупайте вещи. Еще, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях Юля и Влад. И еще, если на этом видео наберется 10 тысяч лайков, то я выложу видео там, где я участвую в аукционе, сама лично поеду, заберу чемодан. Такое бывает редко, но метко. В основном мы просим нашего друга, и он в Германии участвует, нам присылает, привозит в Киев. Мы бывает ездим до Киева за ними. Но я думаю, что настало время вам показать, как все это проходит. Там снимать нельзя, но я все равно вам поснимаю и покажу. Если вы хотите это. Ты что хочешь через 5 лет туда съездить? Почему 10 тысяч лайков? Это очень много. Давай упрости мою ситуацию и сделаем 5 тысяч лайков. Давай 5 тысяч лайков. Все, 5 тысяч лайков, и мы едем на настоящий аукцион в Германию, снимаем вам видео, чтобы вы наконец-то поверили в том, что мы не постанову снимаем и так далее. И еще, если вы соскучились за моими видео, все самые интересные выпуски моих влогов и Влада-влог я оставлю тоже в описании. Не скучайте, люблю вас, целую, обнимаю и жду новый чемодан с аукциона. А еще зацените Елену образ. Ой, образ, конечно, у меня бомба. Колокольчик, не забывайте нажимать колокольчик, но мне так обидно, когда вы не нажимаете колокольчик. Вы же не увидите новые выпуски чемоданов с аукциона, потому что оповещения приходят не всем. Нужно срочно нажимать колокольчик прямо сейчас, понимаете? Нажмите колокольчик, не просто подпишитесь на канал, а именно колокольчик нажмите, пожалуйста, иначе это капец. Вы нажали колокольчик? Спасибо огромное! Спасибо! 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 Спасибо!